Во-первых, мы с вами говорим об этом 22 июня, как раз день начала Великой Отечественной войны. Считаю, что происходит на Украине большая трагедия. Гибнут люди, причем гибнут каждый день. Это спустя столько лет после начала Великой Отечественной войны. На территории бывшего Советского Союза льется кровь. Это ужасно. И то, что президент Порошенко объявил о перемирии, безусловно, это важная часть окончательного регулирования, может быть, одна из самых главных. Без этого невозможно договориться ни о чем. И, безусловно, Россия будет поддерживать эти намерения. Но ведь в конечном итоге самое главное – это политический процесс. Важно, чтобы на базе этого перемирия возник диалог между всеми противоборствующими сторонами. С тем, чтобы найти приемлемые для всех компромиссы. С тем, чтобы люди, проживающие на юго-востоке Украины, безусловно, чувствовали, что они являются неотъемлемой частью этой страны. Что они обладают всеми правами граждан государства. И эти права гарантированы. В том числе гарантированы основным законом страны, Конституции. Нужно начать этот предметный, содержательный диалог. В этом залог успеха. К сожалению, то, что мы фиксируем с помощью объективных средств контроля, говорит о том, что боевые действия не прекращаются. И сегодня ночью мы увидели достаточно активную работу артиллерии с украинской стороны. Я не берусь сказать, кто это делает. То ли это регулярная армия, то ли это так называемые вооруженные формирования каких-то правых сил. Но это происходит. Нужно добиться того, чтобы все боевые действия были прекращены.